Боец, человек достаточно агрессивный, сотрудник, который готов применить оружие, он применяет оружие, он достаточно агрессивный. И как не переборщить с этой агрессивностью? Не надо просто пересекать работу с обычной жизнью. Как это сделать? Как это сделать, если ты сегодня стрелял, воевал, бросал гранаты, смотрел, привело ли это к чему-то или не привело, дало результат. Когда твоя задача нейтрализовать банду, и вдруг ты на негуманном виде транспорта, на самолете прилетаешь в обычную Москву, и как не пересекается? Ну, честно говоря, когда я слышал вот эти все разговоры про поствоенный, постчеченский синдром, для меня кажется, что человек просто не участвовал в этих делах. Потому что он либо где-то около был, и хочется таким способом выделиться. Потому что я очень мало знаю агрессивных людей в жизни, которые очень активно воевали на войне. Я с тобой согласен полностью. Выкинув, выплеснув свой адреналин на войне, здесь его незачем выплескивать. Здесь, наоборот, другая стезя. Здесь другие отношения, другое общение. Здесь семья, дети, друзья, которые далеки от военной службы. С ними, которым не совсем интересно, возможно, то, чем ты занимаешься, но у них другие ценности. Это нельзя не осуждать, нельзя как-то с этим бороться. Зачем? У нас есть своя жизнь военная, в которой мы живем там. Приезжаем сюда, у нас здесь другая жизнь, которую мы тоже должны жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова